Чтобы изменить размер необходимой фотографии, мы ее выделяем кликом мышки и нажимаем вот на эту кнопку с елочкой «Изменить размер». Здесь его можно просто задать в пикселях «Ширину и высоту». Сейчас здесь стоит исходный существующий размер этой фотографии. Причем, изменяя эти параметры, следите, чтобы у вас стояла галочка «Сохранять пропорции». Иначе можно задать такие значения, что соотношение ширины и высоты изменится, и фотография растянется или сожмется, что приведет к деформации самой картинки. Но вместо того, чтобы вписывать просто числовое значение ширины и высоты, можно выбрать эти значения из существующих стандартных величин. Для этого ставим переключатель в положение «Стандартный» и из выпадающего списка просто выбираем то значение размера, которое хотим. Для просмотра на компьютере можно использовать, например, такие разрешения, как 800 на 600, 1024 на 768. Вот из этого диапазона. Давайте поставим 800 на 600 и нажмем «Ок». Теперь, если мы кликнем на другую фотографию, у нас появится сообщение о том, что необходимо изменить, точнее, сохранить сделанное изменение. Нажимаем «Да». И необходимо присвоить новое название файла, чтобы создалась копия этой фотографии. Я рекомендую всегда, когда вы производите какое-то изменение в существующей фотографии, сохранять ее в виде копии. Потому что если мы оставим имя без изменений, то уменьшенная фотография затрет с собой исходную, и вы потеряете оригинал этой фотографии в высоком разрешении. А вдруг вы захотите через какое-то время, например, эту фотографию печатать или использовать ее в каком-то коллаже, например, который потом необходимо будет распечатывать. Для этого будет необходимо иметь фотографию высокого качества, то есть высокого разрешения. Поэтому к исходному названию файла ставим плюсик и сохраняем ее в виде, эту фотографию в виде нового файла. Вот она у нас тут появилась. Давайте посмотрим. Размер этого файла с этой фотографией стал 196 килобайт, что в десятки раз меньше, чем исходный файл. А истинный размер фотографии стал вот таким, что вполне достаточно для просмотра в интернете. Причем разрешение картинки, обратите внимание, стало не 800 на 600, как мы задавали, а 800 на 533. Это произошло потому, что мы ставили галочку «Сохранять пропорции», то есть за базовую величину была взята ширина картинки, и с учетом пропорции первоначального изображения высота была подогнана под получившуюся ширину 800 в соответствии с этой пропорцией. Кстати сказать, еще одним очень важным параметром при сохранении изображений в формате JPEG, а большинство фотографий сохраняются именно в этом формате, является коэффициент сжатия или качество изображения. Чтобы посмотреть, как этот параметр действует, давайте еще раз сохраним копию имеющейся у нас картинки. Для этого выделим ее, зайдем в меню «Файл» и выберем пункт «Сохранить как». Поставим в имени файла еще один плюсик, чтобы сохранить эту фотографию в виде нового файла, и нажмем на кнопку «Опции». Качество выходного изображения достигается с помощью вот этого ползунка, и зависимость здесь такая, что чем больше данный коэффициент, тем выше будет качество, но тем больше, соответственно, будет размер выходного файла. Если мы будем снижать коэффициент качества, то размер файла будет уменьшаться, но качество изображения при этом будет также падать. Это заметно на картинке с предпросмотром. Слева располагается оригинальное изображение, справа то, которое получится при выставленном коэффициенте качества. Видите, если его сделать очень маленьким, то картинка сильно портится. Оптимальным считается этот коэффициент от 70 до 90 пунктов.